Вторая жизнь дерева может быть не только практичной, но и эстетичной. Это доказывают более сотни деревянных скульптур. Они переносят зрителей в сказку и передают самобытную культуру русского народа. Все они практически в человеческий рост. Здесь герой сказок Колобок, и старичок Боровичок, и знаменитые три медведя. Причем каждый из мастеров внес свою авторскую зюминку. Самое страшное для дерева — это огонь. Он уничтожает дерево. А вот в работах Максима Стрельникова «Три медведя» огонь выполняет декоративную роль. Потому что когда он их обжег, мы можем посмотреть, вот этот обжиг дал возможность показать сам материал, вот эта шкурка медведя, такая даже немножко лоснящаяся. Особое место на выставке занимают барельеф и данковского мастера Владимира Бердникова. Картины выполнены на еловых, сосновых и липовых досках. На них нет выдуманных историй, только реальные люди. Соседи, знакомые и просто колоритные селяне. Здесь одинокий ветеран, проводящий остаток жизни в своей избе, и образ деревни с ее простотой. Он показывает нам внутреннюю жизнь человека. И вот в его образах женщин, старух, старичков хитрых, деревенских. Мы как бы раскрываем ту жизнь, в которой он живет. Александр Коновалов в своих скульптурах раскрывает тему казачества. Все работы объединяет красота природного материала. Они выполнены из разных пород деревьев. И самобытный талант рукотворцев. Авторы произведений и деревянных дел мастера. Их талант уже оценили первые посетители выставки. Блестящая работа в мастерстве. Очень Бердников, конечно, нельзя от него глаза отвести, потому что произведение искусства. Я вам наставительный советую прийти сюда, посмотрите. Вы будете рады, что такая вещь есть. В экспозиции также представлены экспонаты Данковского краеведческого музея и Липецкого музея НДПИ. Погрузиться в деревянную сказку будет интересно и детям, и взрослым. Все желающие смогут посетить выставку до 23 апреля. Юлия Нечаева, Анатолий Гончаров, Липецкое время.